Величественный силуэт и загадочный взгляд на манежи Сокол, а если быть точнее, граф Анатолий Сокол, иллюзионист и цирковой волшебник в третьем поколении. В начале прошлого века его родной дед и полный тезка начал создавать в стране советов небывалый по своим масштабам аттракцион чудес. С тех пор уже более ста лет династия Сокол не покидает манежа. Сегодня они единственные в российском цирке, кто может похвастаться фамильными трюками, к примеру, такими как этот. Интересно, что ходить на шпильках по воздушным шарам ассистентки известного циркового волшебника впервые стали именно на Кемеровском манеже. Несколько лет назад с этим трюком династия Сокол дебютировала именно в Кузбассе. Зрители до сих пор удивляются, почему же шары не лопаются. А еще гадают, как две прекрасные девушки не горят в сосуде с огнем и как работает вечный двигатель. Анатолия Сокола. Загадочному волшебнику по силам укротить на манеже свои нравные стихии, огонь и воду, разорвать стальные канаты и пролить на арену магический свет. Иллюзионист заковывает в цепи собственного сына, принца цирка Алексея Сокола, погружает его в воду, но юноша выпутывается из металлических оков и поднимается под купол цирка, купаясь в разноцветных фонтанах. Этот трюк не что иное, как чудеса без чудес. И дело тут не в обмане зрения и не в ловкости рук, а в невероятных способностях. Делал я его изначально под себя. Потом мы с Алексеем начали тренироваться вместе, ходить в бассейн и задерживать дыхание. Для этого номера нужно, чтобы ты под водой был две минуты. Я задерживаю дыхание 50 секунд, смотрю, а он минута 30. Я дошел до минуты 10, а он до двух минут. Организм молодой, более выносливый. И этот трюк мы стали делать уже на моего сына, на Алексея Сокола. 16-летнего Алексея Сокола уже называют российским Гарри Гудини. Он представитель легендарной династии иллюзионистов в четвертом поколении. Продолжать семейное дело молодой человек решил сам, чтобы как его отец, дед и прадед удивлять зрителя чудесами несправедливо забытого жанра. У нас практически единственная программа, где такие грандиозные трюки есть, как у нас. Поэтому, да, ну, этот жанр немножко недооценен. Иллюзия – это, да, это такой жанр. Мы обманываем людей, но делаем так, чтобы им было, наоборот, радостно от того, что мы их обманули. Шоу «Воды, огня и света» легендарного цирка Юрия Никулина сегодня лучший проект на российском манеже. Скоро в этой программе станет еще больше волшебства. Иллюзионисты «Соколы» готовятся удивить кемеровского зрителя новым трюком. Волшебник будет подниматься под купол цирка прямо на струе фонтана. Репетиции пока проходят за закрытым занавесом и глубокой ночью, чтобы никто не смог разгадать секретов волшебников. Мария Пименова, Дмитрий Шилов. Новости моего города.